Всем привет! Очередная распаковка, уже 2016 год, первая распаковка в этом году И сразу будет тест, точнее сразу это в конце этого видео Распаковываю планшет, потому что нужно срочно Как ваши дела вообще, как праздники прошли У меня так себе представляю, что с вами разговариваю Итак, в первой посылке у нас термометр специальный, который не нужно долго ждать Где держишь этот градусник подмышки, неудобно А вот этот колбу поднес, кнопку нажал и готово И здесь две вот такие мизинчиковые батарейки Так, а как понять, где плюс, где минус? А, непонятно, ладно Ну, обе, короче, вставляются, наверное, по идее, должны в разные стороны Да что это за байдень? Придется открывать инструкцию и смотреть, как вставляются батарейки Почему не нарисовано? Ну, или я, как всегда, немного туплю во время съемки видео Написано increase, ага, плюс, минус Здесь написано, что там написано Там написано, я туплю Понятно, ну, бывает Это хорошо Вот такие термометры все стоят в районе 15 долларов Дешевле у вас не получится Какой-то мод, где он включается, сет Кнопка, о, кнопка, я понял Вот такая вот штука, LO По инструкции нужно 5-15 сантиметров поднести колбу Сейчас мы посмотрим Не перегрелся ли я часом 36,8, говорю же, немного перегрелся Классная штука, можно перепроверить Или он правильно работает Думаю, все окей Посмотрим дальше Времени сейчас совсем нет А еще и нужно тестировать планшет Такой интересный планшет Будет в самом конце И разбил немного свою машину Это же надо было так Угораздило меня прям под Новый год Немного не вписался Немного перегрел Ну, в общем-то, и буду еще торчать в гараже с машины Заодно и поцеплю вот эти дешманские лампочки Которые я заказываю в Китае Люблю заказывать дешманские лампочки Мне уже очень много их приходило за это время Я не все распаковываю на видео Взял два комплекта Это универсальные лампочки Вот сама LED-лампа Сейчас даже выключу свет вам показать Посмотрите, она такая большая И несколько переходничков Вот такая вот маленькая Это в основном для салонного освещения Где-нибудь вот такая используется Сзади 3M скотч То есть прилепил куда удобно Если у вас Lexus То покупать, конечно, их не стоит А если, как у меня, старый москвич То куда-нибудь это освещение Вставить и будет нормально И уже, собственно, перейдем К планшету и его аксессуарам В первом пакете здесь должен быть чехол К этому планшету Сейчас мы глянем, что здесь такое За чехол планшет Нечто слизанное у яблока Так, чехольчик Ну, такой тоже нечто слизанное у яблока Не знаю, зачем Стилус Никогда не пользовался стилусом Ну, можно загибать, как вам удобно Сзади пластик закрыт, защищено все Серого цвета Хотя с виду оно должно было быть черным Ну, китайцы немного не разбираются В цветах Лично пришлют что-то не того цвета Ну и, собственно, сам планшет Сейчас я расскажу только про технические характеристики Потом несколько дней потестирую, как всегда И склею это все в одно видео Так что для вас это будет все одним отрывком Ну, запаковали хорошо, ничего не скажешь Планшет за свои деньги просто супер Выбирал лично я Поэтому должно быть окей Так, этот переходник уже говорит о том Что там будет американская вилка Что мне не очень нравится Вот такой он Очень плоский Вот такие технические характеристики Камера, не моргай Так, 2 гигабайта оперативы 64 бит Процессор 32 гигабайта Постоянной памяти Больше в китайском ничего не разбираюсь 9,7 дюйма Крутой экран С большим разрешением Высокая частота процессора Интересно будет, перегреваться нет 2 операционки Винда и Андроид 2 операционки Первый раз буду держать планшет с двумя операционками Наверное, не все еще посмотрели видео о таких планшетах Они интересны тем, что на них можно играть Играть в игры, которые вы играли 10 лет назад Это просто здорово на ПК Например, Red Alert Там третий, второй Red Alert Я еще играл Я еще когда-то на Соньке и в первый Red Alert играл Всякое было Но вот на этом планшете Можно играть игры Года 2007 Даже 2008 И И старее, так сказать Собственно, сам планшет Так, это что? Не пленка? Это поцарапанный экран немножко? Или это пленочка? Нет, вроде пленочка Ну, сразу с поцарапанной пленочкой пришел Это же надо Ну, ничего страшного Пленка есть пленка Такой он здоровый Он, да И сзади пленочка Это хорошо Модель Honda V919 Я особо не подготовлен к этому видео Так что извиняйте 2 Ампера ток-заряда Один динамик Камеры по 2 Мп, насколько я помню К камерам вообще серьезно не стоит относиться Ну, это планшет Как на него снимать? Снимать на него совсем неудобно Но экран должен быть четкий Прям супер-пупер экран И 2 операционки должны радовать Мощный планшет Посмотрим пока, что там в комплекте Пока он загружается А в комплекте у нас на китайском На китайском, на китайском С другой стороны Может на английском есть Инструкция на китайском языке А знаете, что это значит? Выпущен он для внутреннего рынка Какая-то наклейка В общем, ничего полезного нет Скорее всего, дальше зарядка Да, кабель зарядки И, собственно, сама зарядка Вот не могли нормальную зарядку положить Вот не люблю эти переходники По всему дому у меня они Ну, уже ладно Что у нас тут? 2 ампера ток заряда 5 вольт Все норм Смотрим сам планшет Замеряем емкость батарейки Заявлено, по-моему, 2 Какие 2? 7000 или 4 Я, честно, не помню, сколько заявлено Просто протестирую, сколько есть И вы сами увидите Вот эту китайщину я всю поудаляю, естественно С этим мы разберемся Что-то еще известно About tablet Android 4.4 4.4 Такая здоровая лопата, если честно Но для 9.7 дюймов это нормально Здесь винда нарисована снизу Ну, в общем, очень симпатичный Очень хорошие углы обзора Но я уже смотрел о нем в интернете Чего уж там Планшет реально классный Наверное, мы в физиономии еще видно Так, чего бы еще здесь посмотреть Ничего, наверное, здесь смотреть не будем Сразу перейдем к тесту планшета Правильно Не будем терять времени Как вам, кстати, мои часы Тоже заказывал из Китая Пришли перед Новым Годом На видео не записал Сразу их надел Это Курены Можете посмотреть Вот такая фирма Вводите Курен Не надо просить меня скидывать ссылки Мне лень Будет подписчиков больше Хотя бы 10 тысяч Честно буду стараться скидывать ссылки Я пока Пока нет времени Сейчас записываю это видео И бегу и бегу в холодный гараж Все игры до 2008-2009 Будет идти неплохо Будет идти неплохо на средних или низких настройках Потом понял Какой я был молодой Когда в нее играл Она сейчас совсем не та И выключил Ну, в общем, игры можно будет играть нормальные Они на андроиде Которые уже давно приелись Половина там Free-to-play За которые нужно деньги платить Чтобы качаться Нормальные компьютерные игры Скачал с торрента И играешь на винде Также можно переключиться И на андроиде играть Кому как удобно Я купил версию 32 гигабайта Есть еще версия 64 гига Там процессор чуть помощнее 8-ядерный Здесь 4 ядра И в обеих версиях По-моему, 2 гига оперативы Которые достаточно В принципе Та версия немного подороже В районе 200 долларов Это в районе 150 Будете вводить он до V919 И там уже будете видеть Какие варианты есть Если вы собираетесь залипать в игры Рекомендовал бы брать 64 гигабайта Потому что этих 32 Здесь практически нет Свободно всего лишь 6 гигов А что на эти 6 гигов установишь 2-3 игры и все Так что 64 гига нужно брать Еще плюс 30 гигов И можно карту не цеплять Но я подключил сюда карту памяти Вот она сюда вставляется Карту памяти вставил на 32 гига И с нее играл во все игры Так что ее в принципе мне хватило Батарея довольно мощная Играл в игры я на нем примерно по 5 часов 5 часов играл Где-то часа 2 заряжал И так недели две Можете посмотреть заряд Емкость батарейки примерно 7300 Заявлено было 8000 Но это незначительная погрешность Так что хватает планшета надолго Включал его в режиме просмотра видео С включенным Wi-Fi 100% яркости экрана Хватило на 5,5 часов То есть если все повыключать 7 часов можно спокойно будет смотреть фильмы При 50% яркости Динамик здесь один Сзади моно В принципе неплохой Хватает его чтобы слышать Фильмы например дома Где не очень шумно В шумной атмосфере понятно Что слышно будет плохо Нужно будет подключать наушники Динамик нормального качества Камеры довольно непосредственного качества Передние на 2 Задние на 5 мегапикселей Можете посмотреть фотографии Фотографируют Ну в принципе как для планшета Этого достаточно Думаю мощнее и не нужно На такую байдень фотографировать По-любому неудобно А так что есть Можно воспользоваться Хорошо что оно хотя бы есть Тестил я через Antutu Показывает неплохие попугаи Можете тоже смотреть на экране На андроиде играл Mortal Kombat Это последняя игра По мощности лучше Я пока не знаю Что можно оттестировать Mortal пошел нормально Играет хорошо Графон нормальный В общем все хорошо Записываю планшет на скорую руку Потому что нужно уже его отдавать А я занят ремонтом машины своей Ну так вроде бы все сказал Добавлю еще по поводу прошивки на него Нужно будет естественно удалять китайщину Которая здесь стоит Планшет выпущен для внутреннего рынка И китайских приложений здесь много Нужно будет рутовать Или прошивать его на новую прошивку Я просто прошил на новую И лаунчер стал более-менее терпимым на андроиде Винда пришла тоже на китайском Чтобы переключиться на русский Пришлось немного попотеть Вначале переключаться на английский А там все не так интуитивно понятно Как на андроиде Потом с английского на русский Уже было не сложно В общем курите тему на 4PDA Там об этом планшете есть тема Там все есть И как прошивается И как рутировать его Все довольно понятно и просто Все Цель этого видео была Просто вам показать этот планшет Как он выглядит Что на нем можно делать И стоит ли его вообще покупать Так что покупать его стоит Всем спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok